Ненинский округ посетил Героя России Алексей Романов. Он принимал участие в военных действиях в Афганистане и в первой чеченской кампании в 99-м спецоперациях на Северном Кавказе. В столице региона Алексей Романов приехал не случайно. Он является официальным представителем федерального проекта «Вахта героев». Подробности в материале Александры Литковой. «Вахта героев» – так называется проект, в рамках которого люди, награжденные медалями «Золотая звезда», посещают регионы и встречаются с молодежью. Проводят уроки мужества и патриотические беседы. Этот визит в Ненинский округ стал первым для Героя России Алексея Романова. «С вашей легкой руки, правда, в одном лице, посчитал важным приехать сюда и постречаться с молодыми людьми, поговорить с ними о том, что такое, или как они понимают слово «родина», и постараемся выстроить диалог с молодыми людьми, чтобы можно было поговорить. Потому что понимаем, что это очень нужно и важно делать с молодыми людьми на раннем этапе, чтобы позже они могли сделать выбор своей профессии». После встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Ненинского округа и возложения цветов к обелиску Победы и памятнику солдатам на Аллее Славы в Наринмаре, для Героя России провели экскурсию в Ненинском краеведческом музее. Там ему рассказали об истории региона и быти коренного населения. «Любой регион, когда приезжаешь первый раз, информацию в большей степени, при наличии даже интернета, получаешь из Краеведческого музея. И сегодня мы провели экскурсию в Краеведческий музей, послушали экскурсовода и с огромным удовольствием понимаешь, что наша страна необъятная, и в нашей стране есть все, что не захочешь. Поэтому я считаю, что каждый регион сам по себе уникален, и дорожить нужно теми людьми, которые живут в каждом регионе». Затем участник боевых действий отправился в Красное. Встреча с жителями поселка и активистами военно-патриотического клуба «Поиск» прошла в музее школы. Там Герой России рассказал о своем жизненном пути и боевом прошлом. В День знаний Алексей Романов принял участие в торжественных линейках в первой и в четвертой городских школах, а также встретился со студентами Ненинского агроэкономического техникума. Александра Литкова, Александр Дуркин, Телеканал Север.